И вот новый день нашего путешествия, и мы отправляемся в Вегас. Это Вегас, детка! Вегас! И всё, что случится в Вегасе, должно остаться в Вегасе. Но не для вас. Вам мы немного приоткроем эту завесу. И, как обычно, в конце видео важные советы путешественникам. Погнали! Лас-Вегас находится не в Калифорнии, а в Неваде. Но от Лос-Анджелеса сюда добираться недолго, порядка четырёх часов. Это один из самых крупных центров развлечений и игорного бизнеса на планете. Здесь есть просто всё для того, чтобы потратить кучу денег. Казино, отели, шоу, концерты звёзд, рестораны. Лас-Вегас примечателен тем, что основная движуха здесь начинается с наступлением темноты. Днём же город только готовится к вечернему драйву. Поэтому не спешите прикатить в Вегас к девяти утра. Лучше поберегите силы и выспитесь хорошенько. Когда же спускается темнота, город погружается в какую-то праздничную атмосферу. Город становится искрящимся, светящимся, шумящим и вакханальным центром вселенной. Электричество здесь явно не жалеют. Центральные улицы Фримон-Стрит и Лас-Вегас-Стрип ночью превращаются в танцы разных софитов и гигантских билбордов. По улицам туда-сюда стоят бесконечные толпы туристов, а в казино сидят завсегдаты. Это забавно, но за столики, где играют в покер, даже образуются очереди. Мы тоже подарили однорукому бандиту немного долларов. Правда, ничего не выиграли. Кстати, играют в Лас-Вегасе аж с 1915 года, то есть уже сто лет. В Лас-Вегасе, помимо казино и светящихся улиц, много мероприятий, которые привлекают внимание. Например, ряд отелей устраивают разные шоу у себя перед парадным входом. То, за что во всем мире платят от 20 до 40 евро, в Лас-Вегасе можно посмотреть бесплатно. Лишь бы люди веселились, пили вино и виски и были готовы транжирить деньги. Например, у отеля The Mirage дается шоу пламени и огня. Шоу имитирует извержение вулкана, и это действительно получается весьма эффектно. Даже если вы идете в стороне от этого отеля, звуки и радостные возгласы публики заставят вас подойти поближе. Зрелище классное. А у отеля Bellagio каждые полчаса дается шоу танцующих фонтанов. Под красивую музыку водные дирижеры устраивают весьма впечатляющее зрелище. Но знаете, что самое классное? Урвать себе место на перилах перед фонтаном, обнять любимую, смотреть на тонны воды, проносящиеся перед глазами и креативить. Да, вы не ослышались. Именно креативить. Именно здесь мне пришло в голову две новые бизнес-идеи, которые мы сейчас тестируем. Из платных развлечений Вегаса выбор огромного количества шоу, представлений и концертов. Если вы еще их не видели, рекомендуем The Blue Man и Цирк Дю Солей. Кстати, Цирк Дю Солей дает в Вегасе аж три разных шоу, поэтому вы можете выбрать то, на котором еще никогда не были. Также на улицах не стесняются предлагать интим-услуги под видом стрип-клубов, причем как мужских, так и женских. Промоутеры в забавных футболках стоят на каждом светофоре и распихивают прохожим рекламные листовки. А теперь советы путешественникам. Совет номер один. В Вегасе много гламурных и дорогих отелей. Но есть и некоторые трюки, как получить большее за меньшие деньги. Например, цены в отелях опускаются в четыре раза в будние дни, и теперь вы об этом знаете. В качестве варианта рассмотрите отель Стратосфера. Он стоит немного на отшибе от основной кипучки, но до центра можно за пять минут добраться на машине или взять такси. Плюсом Стратосферы является обзорная башня, с которой открывается отличный вид на горы. Забирайтесь туда обязательно в вечернее время, днем там не очень интересно. Вход для постояльцев Стратосферы бесплатный, а для остальных 18 баксов. Совет номер два. На Лас-Вегас нужно выделять хотя бы два дня путешествия. Городок сам по себе небольшой, но из обилия света и всевозможных развлечений одного дня на него просто не хватит. Он проглотит все ваши эмоции и попросит еще на следующий день. Это настоящий монстр, так что выделяйте на него минимум два дня. Совет номер три. В большинстве отелей бесплатные парковки. То есть жить вы можете в принципе где угодно в Лас-Вегасе, но в центре вы сможете без проблем парковаться. По нашему опыту самый удобный для парковки отель – отель Ария. Поэтому когда будете выбирать отель, не ориентируйтесь на локейшн, а выбирайте подходящие вам условия. И совет номер четыре. Поскольку в Вегас приезжает просто армия туристов, здесь очень непросто найти себе столик в ресторане после девяти вечера. Поэтому либо вешайте бронь загодя, либо постарайтесь добраться до ресторана до восьми вечера. Удачной поездки в Вегас и пусть там все и останется. Успехов! Удачи и хорошего отдыха! Удачи и хорошего отдыха! Удачи и хорошего отдыха!